Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылочка из Китая. В ней у нас находится Менопод. Довольно-таки качественный, не дешевый. Чуть больше 10 долларов. Будем сейчас распаковывать и посмотрим, как он выглядит. Немножко его протестируем, покажем. Запакован довольно-таки добротно. Начинаем распаковать. Так, у нас еще и пупырки. Действительно хорошо, добротно запакован. Беру я его не для того, чтобы селфи делать, а если кому, допустим, нужен Менопод только для селфи, то явно, я считаю, не стоит переплачивать и купить более дешевле Менопод. Так, вот так вот он выглядит. Вот такая вот тупая полочка у нас здесь. Пупырки здесь довольно-таки много. Продавец отправил его довольно-таки быстро. Единственный, может быть, недостаток данного Менопода. Ну, мы еще посмотрим. Возможно, он не единственный. Вот, но того, что я заказывал, он был без затвора спуска для фото, видео. А так, будем смотреть. Ну, заявлено, что он весит 300 грамм, но так вот, по ощущениям, вроде бы, даже и более. Пупырку мы убираем. Вот так вот он смотрится. То есть, универсальный он и для фото, и для телефона, и для экшн-камеры, и для... Вот, тоже телефончик нарисован, и для... Можно сюда даже большую поставить камеру, мыльницу, так называемую. Вот, здесь не видно. Так, не закрываю. И вот так вот он смотрится. Так, начинаем распаковывать. Ага, вот, оказывается, продавец положил нам кнопочку затвора. Но она, кстати, в комплекте не шла. Я так предполагаю, что это подарок. И такой вот облом. Проверить не сможем. Нет, батарейки. Ну, батарейку можно докупить отдельно. И вот, фото. Кнопки работают, нажимаются, не запавшие. Ну, это уже радует. Вот, отложим пока в сторону. Посоветовали, кстати, мне этого продавца. Сейчас, до того, как достану, расскажу. Посоветовали продавца. Ну, что быстро отправляют, что все нормально, все хорошо. И самое главное, что товар быстро приходит. Вот, что мне нужна эта вещь срочно. Есть на одном сайте, я знаю, Монопод такой же самый, но на 2 доллара дешевле. Так, все, пустота. Вот, ничего нет. Выглядит, ну, сразу видно, что добротная вещь. Сразу чувствуется. Убираем в сторону. Запакован хорошо. Никаких, вроде бы, повреждений на нем нет. Сарату нет. В пакете больше ничего нет. Убираем. Фирма, если кому интересно. Ну, в любом случае, ссылочку в описании я поставлю. Резинка, ручка резиновая. Очень такая крутая. Вот, весь вот так вот взять. То есть, не прокручивается ни каким образом. Вообще, отлично. По характеристикам. Его длина в сложенном состоянии, но я так предполагаю, что без крепления для телефона, 42,5 см, а в полностью разложенном 1,23 см. Это, если кому интересно, по характеристикам. Так. Попробуем у нас его разложить. Вот такая вот защелочка идет. То есть, в любой момент можно закрыть. И, если вы поставите камеру, она не будет проворачиваться. Давайте разложим на полную длину. его. Один. Два. Три. То есть, вот его полная длина. По диагонали я почти что. Вот оно получается. Влезает. Да. То есть, здесь вот метр двадцати. Ну, довольно таки добротно чувствуется, что добротно качественный металл. Здесь даже вот сделан такой желобок, дабы не прокручивалось. Да и так оно очень хорошо фиксируется. Поэтому, кому нужен хороший, качественный монофот, и кто действительно любит делать много селфи, то есть, это очень хороший вариант для вас. Ну, я его, конечно же, брал не для селфи, а для совершенно других целей. Вот он. Довольно таки стандарт. Стандартного там. Сейчас разложим. А это на все. Немножко не хватает. Вот. Вот эта вот длина, в принципе, отличная, рабочая. То есть, ну, поскольку, вот для других вещей, целей, он мне как раз идеально подходит. Ручка. То есть, большая, удобная. Взял, сделал. Вот. Приходят такие маленькие. Вообще даже руку нельзя просунуть. И еще в нем отличительная черта, что под самый низ здесь есть резьба, и можно поставить такую треногу и использовать его как штатив. Вот так вот поставить. Здесь тренога. Она отдельно покупается, в комплекте не шла. И, по-моему, даже у этого продавца ее нет. Что его можно поставить и снимать как с обычного штатива. Ну, конечно, он будет не такой устойчивый. Его нужно будет поддерживать. Но все равно, все равно это неплохо. Так. Теперь давайте перейдем. Сейчас сложим, чтобы немножко удобнее было. Перейдем к тесту самой головки. Разберемся, как же она здесь у нас работает, вращается. Так. Это у нас. Ага. Вот все. Ноги. То есть, оно так держится. И головка у нас вот так вот нагибается в то положение, которое нужно. Голова вторая крутится в любое положение тоже. Здесь вот закрутил, как тебе нужно. И все. Либо, допустим, себе для селфи, либо вот от, я так понимаю, от себя. Здесь эта камера, допустим, находится вот так вот. То есть, от себя, пожалуйста, раз и снимаешь, ходишь. Что тебе интересно. Так. Закручено здесь туго крепление. Очень плохо раскручивается, так вот так вот будет проще. Хочу снять это крепление. Окупал. Было заявлено, что сюда можно поместить, поместить телефон 5,5 дюймов, он так называется. Вот. Сейчас мы, ну, поскольку я не могу сейчас поставить телефон 5,5, мы поставим немножко поменьше. Довольно-таки добротно, качественный держатель растягивается. Ну да, наверное, все-таки вот оно поместится здесь на 5,5. Так, возьмем у нас телефон, это для теста. Держит очень хорошо, если растянуть, то еще есть расстояние и поставить и больше телефон, но даже здесь очень-очень такая плотная, хорошая пружина. К сожалению, я не смогу показать, протестировать, как он работает. Во-первых, и батарейки нет, и вот такой вот у нас телефон. Вот. Но наглядно продемонстрировать, почему бы и нет. Сейчас мы закрутим. Все работает хорошо. Сам по себе очень качественный. Поэтому себе взял и вам советую. Очень такая увесистая палка. Так вот это смотрится. Вот. Нагнул, зафиксировал. Очень удобно. Так, плохо зафиксировал, плохо закрутил. Ну что, лучше сильнее закрутим. Так, все, закрутил хорошо. Вот так вот он смотрится. Считаю, что очень неплохой, скажем так, монопод за данные деньги. Тем более, он не намного дороже стоит обычных простых китайских аналогов за 6, за 7 долларов, за 5. Но его плюс то, что четко, хорошо фиксируется, не прокручивается, когда у вас телефон, либо фотоаппарат, либо камера не прокручивается. Многие, вот если вот так вот взять, расфиксировать, многие китайские, обычные, более дешевые моноподы делают. Вот, ты так держишь, и он так раз, и он провернулся. Тут даже вот здесь вот, раз, вот так вот провернулся. А здесь даже из-за того, что желобки есть, даже если оно не зафиксировано, оно не крутится. Где-то здесь вот желобок, и вот он даже если не зафиксирован, делается так, вперед-назад совывается, а сам по себе телефон не прокручивается. Почему я его и взял, поскольку это для меня очень важно, поскольку я сюда буду даже камеру, либо фотоаппарат присонять и снимать. Еще раз смотрюсь, реально купил, очень доволен. Резинка много в многих моноподах, даже более дорогих, даже дороже, чем этот. То есть, есть резинка, и ты берешь, и она так раз, и прокрутилась. Здесь же такого нет, здесь все четко, здесь все качественно. Ссылочка будет под видео. Я думаю, что... И, кстати, еще хочу напомнить, что вот эта вот вещь, затвор, она не шла в комплекте. Она не шла в комплекте, это уже шел подарок от продавца. За это ему отдельное спасибо. Поэтому, кому интересен данный монопод, заказывайте. Ссылочка в описании. Выглядит хорошо, добротно, классно. Кому понравилось данное видео, ставим пальцы вверх. Спасибо за просмотр. Пока-пока.